Субтитры делал DimaTorzok 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 Муз20 Субтитры делал DimaTorzok Чистоту встречаемости каких-то конкретных рецессий одиночных множественных генерализованных или каких-то ещё генерализованных UN определенная группа людей scaming career потому что у них это актуально или мы ищем рецессию вы детей после ортодонтического лечения или после чего. То есть в чем заключается, почему, зачем мы вообще занимаемся изучением этого. Что будет целью исследования, зачем мы изучаем эту причину. Например, целью может быть следующее. Оценить на какие причинные факторы возможно повлиять путем чего, например. Допустим, мы подойдем в итоге к теме перечистки зубов. Условно. Причина возникновения рецессии десны у пациентов с перечисткой зубов. Видишь, как сразу сужается? Да. Или, например, пусть будет, давай описать темы. Пусть у нас будет следующая тема. Это причина возникновения рецессии десны у людей, которые должны заниматься профессиональной деятельностью. У кого могут быть рецессии десны? После профессиональной обрядности? Да, например, у программистов. Ну, условно, мы найдем в процессе исследования. Мы пока предполагаем, я просто, этот элемент обучения, он требует расширения своего сознания и развития навыков одномоментно. Как подходить к изучению проблемы? По сути, строится он в основной, ну, как бы, в первичной своей первичности. Не в изобретении, а в воображении. Ты придумываешь проблему, на самом деле, которую пытаешься решить. Вот у тебя есть группа, есть знакомый компьютерщик, и у него ужасная рецессия десны. И ты решила написать такую научную статью о том, что, а вот исследуй-ка я, может, действительно у программистов очень часто они встречаются. И можем ли мы каким-то образом оценить, на какие причинные факторы возможно повлиять путем чего-то там, какими-то методами. Как мы можем защитить программистов, а как мы можем защитить пациентов с перечисткой зубов. Или причина возникновения рецессии десны у ортодонтических пациентов после лечения. Или давайте еще, ну не стесняемся, наша задача – видеть различные факторы или стороны этой проблемы. У кого может быть? У подростков. Есть рецессия десны у подростков? Конечно. Наверняка. У них могут быть свои какие-то причины. Да. То есть, суть нашего исследования должна быть не описательная, да, а иметь какую-то пользу. То есть, мы хорошо, мы изучаем причины возникновения рецессии десны у программистов. Замечательно. А, дальше мы, допустим, ну нашли мы. Вот у программистов они встречаются в такой частоте. У тех, кто работает там на новых компьютерах – в такой частоте. У кто на старых – в такой. У тех, кто там, не знаю, курит – у них хуже. У тех, кто не курит – лучше. Ну и прочее. И так далее. Какие-то будут общие все равно принципы, общая канва, статьи. Понятно, что у пациентов в хорошем состоянии здоровья проблем будет меньше. У тех, кто не очень – больше. Ну и прочее. Да, и различные сопутствующие факторы. Питание, там, не знаю, заболевания, психотерапевтические проблемы, пол, возраст и еще многое всякое другое. Оно будет тоже влиять. Но, тем не менее, причина возникновения вот этой рецессии у определенной группы, она будет иметь какую-то… Ну, то есть, она будет первична. Ну, то есть, она будет первична.